Я знаю, что закончилась сессия парламента и Совет Федерации завершён. Да, закончилась сессия тоже. И Дума. Я видел ваши отчёты на пресс-конференции, видел выступления в палатах. Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объём проделанной работы. Причём вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством, имея в виду все направления нашей деятельности, и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная и большая работа. Сколько? Триста тридцать один. Триста тридцать один. Пожалуйста. Да, уважаемый Владимир Владимирович, действительно, сессия была очень насыщенная, результативная и самая продолжительная. Уже её можно назвать весенне-летней сессией. Под вашим руководством, вот всё это время непростое, мы, правда, работали как одна команда. И правительство, Совет Федерации, и Государственная Дума слажено. Мы часто спорили, мы спорили над законами, вносили поправки, но в конечном итоге всегда находили понимание в интересах того, чтобы законы были более качественные. Вы уже сказали цифру триста тридцать один закон. Вот главным приоритетом для нас была, конечно, реализация посланий президента Федеральному собранию. Ваши майские указы по национальным целям развития до 30-го года, по ряду направлений до 36-го года. Совет Федерации утвердил свой план по реализации положения послания. Мы его не только выполнили, но и перевыполнили, по ходу дополняли. Просто один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитации участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, все нравится, все хорошо, но они говорят, вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории. Это самые лучшие специалисты психологии. Это точно. И руководство госпиталя говорит, Валентин Иванович, дисциплина будет лучше, будет выполнять все медицинские. Ну и, конечно, они не виделись давно семьями. Мы сейчас вместе с Министерством обороны хотим подготовить предложения, вам нести их. Да, у нас по итогам этой сессии принят 331 закон, но это немного, потому что у нас были сессии, когда законов было намного больше. Но надо все-таки подчеркнуть, что это законы очень значимые. Конечно, закон важный в плане совершенствования налоговой системы. И мы проводили открытые слушания, большие парламентские, приглашали представителей гражданского общества, экспертного сообщества. Правительство у нас практически в это время круглосуточно находилось, мы вели этот диалог. И надо подчеркнуть, что это позволило закон сделать лучше. Хочу вам высказать слова благодарности от всех политических фракций Государственной Думы, от наших граждан. Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали закон Путина. И считаем, что это достижение всей страны, то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации проиндексировать пенсию работающим пенсионерам. Это и справедливо, и сохранит огромное количество людей в профессии. 92 закона социально ориентированных, 82 закона в сфере экономики принято. Если говорить о безопасности, обороне, то 34 закона принято, 59 законов принято в сфере бюджета, налогов, финансов. Одним словом, результат, который на сегодняшний день можно представить обществу, он достаточно. Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружения, боеприпасами. Поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства. И, конечно, членов их семей. И вот это все будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию. Сделано было за весеннюю немало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи. В целом решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя.